Девушки отдыхают 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 Это было из-за тебя? Да. Я ее спрашивала. Она сказала, что из-за одного козла. Но я даже представить не могла, что это ты. Как она после этого со мной дружит, не понимаю. А вчера, прежде чем я приехал за тобой в школу, она приходила сюда. Хотела помочь, оказать поддержку. Мне кажется, она намного великодушнее, чем выглядит. Она ненавидит меня. Но это не важно. Важно другое. Ты теперь все знаешь. Прости. Где же этот протокол, а? Пустите мне срочно! Я говорю, мне срочно! Пусть! Пропустите! Пустите, ну, я должна сделать заявление. Так, так, тихо, тихо, успокойтесь. Представьтесь, пожалуйста, кто вы? Я Лариса Семеновна Сазаненко. Бывшая сотрудница строительной компании, которой руководит Трофимов. Артем? Артем! Ясно. Присаживайтесь. Благодарю вас. А теперь так же четко. Цель вашего визита. Я хочу сделать заявление. Вчера в состоянии алкогольного опьянения Артем Трофимов совершил попытку изнасилования. То есть вы хотите сказать, что он напал на вас? Смотрите, вот сзади, вот, на стенях там еще. Просто садись. Вот, посмотри. Вот. Я понял. Ну, насколько я знаю, вчера Артем Трофимов не выходил из своего дома. Я же вам говорю, это я к нему приехала. Зачем? Я же вам объясняю. Поговорите об увольнении и попросите, чтобы взял меня обратно. Я сижу без копейки денег на клейбе и воде. Я вам закуплю, говорит, мне нужна хоть какая-то работа. А он. Успокойтесь, водички выпейте. Спасибо. Я вас слушаю. А он сказал, что восстановит меня в должности, если я с ним пересплю. Лариса Семеновна, все, что вы говорите, мы обязательно все проверим. А пока, вот вам бумага, вот ручка. Напишите заявление со всеми подробностями. Простите, а в какой форме писать заявление? Произвольно. Часа была. Что у тебя? Попытки. Смотри, что мы нашли на полу у старушки. Трофимовна, Трофимовна. Трофимовна. Там у пальчики есть, надо по базе только пробить. Трофимовна. Трофимовна. Горячий. А пару минут подождать, нет? Я голодный. К своей школе не идешь? Чем будешь дома заниматься? Может, в кино? Какое кино? Какое кино? Никакого кино. Почему? Слушай, может, мы ее к сестре отправим? Тетя Ритя, зачем? За тем, что тебе там будет безопасней, а нам спокойней. Кстати, она собаку купила. Ой, такое имя смешное придумала, ты не помнишь? Говорила царское. Пекинез. Нет, серьезно. И вам. Точно. Я не люблю этих собак. И вообще, у дити Рита скучно. Почему? Она разговаривает только о еде и всяких рецептов. Я после нее колобком выкатываюсь. Ну, ты не ешь там много? У Риты невозможно не есть. Это да. Я открою. Артем Борисович Трофимов? Да. Вы задержаны по подозрению в убийстве вашей соседки Галанины Веры Сергеевны. А Веру Сергеевну что, убили? Собирайтесь. Вы поедете с нами. Подождите, а на каком основании меня подозревают? На основании улик найденных в доме убитой и заявление вашей бывшей сотрудницы Сазаненко Ларисы Семеновны. Чушь какая-то. Чур, ты точно умеешь. Федя разберется, что он придумает. Я могу взять пальто? Конечно. Да не волнуйся ты, все в порядке. Не переживайте. В тетя Ритинь и поешь там за мной. Мама, что происходит? Я не знаю. Я поеду сейчас к дяде Феде, все выясню. Ты закроешься дома и никуда не выходи. Хорошо? Лучше вообще сидя в своей комнате, ладно? Хорошо. И никому не открывай. Да мы все проверим, Павел Доминович. Да, дело уже открыли. Обязательно. Обязательно. Понял. Все сделаем. О каких уликах шла речь на задержании? Знаешь? Ну да, у Артема есть похожие, что? Это именно она. На ней отпечатки пальцев Артема. А где они ее нашли? Недалеко от убитой, возле двери. А про какое заявление полицейские говорили? Заявление о попытке изнасилования. Гражданка Сазаненко утверждает, что она сама пришла к Артему назад проситься на работу. Ну, а тот набросился на нее. Это все видела соседка. Пыталась помешать. Простыдила. Как он все разыграл. Как по нотам. Макар, давай дуй в архив и затребуй вот эти документы. Я подавал запрос. Изучи их там хорошенько. А завтра утром я тебя протестирую. А может позже, Федор Ильич Степанович? Нет, не может. Давай, давай, дуй. Понял. Ты же понимаешь, чьих рук это дело. Лен, я все понимаю. Вот это вот чистой воды подстава. Но там вот наверху большой зуб на Артема. Ты помнишь, когда он завел разбирательство из-за взяток в полиции? Ну, когда хотел зарегистрировать свои филиалы, так вот, там тоже все помнят. И требуют быстрого расследования дела. В результате которого виновный сядет. И вот этим вот виновным должен быть Артем. И что? Ты позволишь им его посадить? Лен, я сделаю все возможное. Я еще раз возьму показания у Сазаненко. Допрошу всех свидетелей. У нас над входом есть камера видеонаблюдения. Она же все пишет. Так что ж ты молчала, а? Ну, Ленка, Ленка. Макаров, давай быстро возвращайся. Бегом давай. Значит так, сейчас со стажером едешь домой и привезешь мне записи. А где Макаров? В коридоре встретишь. Ой. В общем, Эрка капец. Мне нельзя выходить. Мама говорит, что он может сюда прийти. Ириш, подожди. Там какой-то шум внизу. С ума сошла? Никуда не выходи. Я быстренько. Не отключайся. У меня идея есть. Маша дура, какая идея? Закройся в своей комнате и сиди. Тихо, не кричи. Тебе на весь дом слышно. Никого нет, но я слышала шаги. Иришка, кто-то ходит. Я с тобой с ума сойду. Быстро беги в свою комнату и вызывай полицию. Маша. Отбой тревоги. Это мама. А что происходит почему-то с баллончиком? Здесь кто-то был, я слышала шаги. Но когда спустилась, тут никого не было. А ты зачем спускалась? Я же просила сидеть в своей комнате и не выходить, Маш. А где установка? Там внизу. У тебя что, вообще одно оставлять нельзя, скажи мне? А если бы тебя убили? Так здесь ничего нет. Как нет? Носителя нет. Система, похоже, поврежденная. Кто-то вырвал его с корнем. Это Кирилл. Он здесь был. Тебе точно нам придется поехать к тете Рите. Здесь становится слишком опасно. Как вас зовут? Макаров. Имя у вас есть? Семен. Семен, я вас прошу, побудьте, пожалуйста, с Машей. Я скоро вернусь. Конечно. Позвоните Федору Степановичу. Скажите, что записи пропали. Конечно, конечно. Не отходите, пожалуйста, от нее ни на секунду. Понял. Я скоро вернусь. Макаров. Семен Макаров. Здравствуйте, Леночка. Здравствуйте, Леночка. Я вас так сочувствую. Вы такая хорошая женщина. Ну, кто бы мог подумать, что ваш муж мог вот так... Мой муж никого не убивал. Так его же арестовали. Полиция задержала его по ложному обвинению. Ну, я уверена, они во всем разберутся. Ну, конечно. Надежда Викторовна... А? А вы, случайно, не видели какого-нибудь постороннего мужчину у Веры Сергеевны? Нет, нет. У меня же полиция спрашивала. Я им все рассказала. Если бы я видела, я бы... Ну, подождите, Леночка. Я, по-моему, что-то видела. Три дня назад, я когда мимо проходила, я увидела чердачные окна открыты. Ну, явно проветривали. Я еще подумала, Вера Сергеевна затеяла уборку. Так вот, мне показалось, что у окна кто-то стоял. Мужской силуэт. Вы уверены, что это был мужчина? Да. Слушайте, что это с моей памятью стало? Спасибо вам большое. Подождите, мне надо, наверное, было полицейским рассказать. Я им все расскажу. Спасибо. Да не за что. То, что он мой друг, не имеет никакого значения. Я всегда соблюдаю объективность. Но вы же меня знаете. Да, я понял. Так точно. Меня хотят отстранить от дела. Считаю, что дружба с подозреваемым может помешать мне быть объективным. Ясно. Слушай, а где Макаров? Почему ты его сразу не отпустила? Тут уже на честь твоя обыскалась. Федь, извини, я на всякий случай его оставила с Машей. Он тебе сказал, что видеозаписи пропали? Да, рассказал. Ну что, ну будем опрашивать соседей еще раз. То, что видел, слышал. Послушай, я когда ехала к тебе, встретила соседку. Она сказала, что видела мужскую фигуру на чердаке у покойной Веры Сергеевны. Я думаю, что это мог быть Кирилл. Ну, Федь, этот чердак – идеальное место для наблюдения за нашим двором. Может быть, ты можешь и отправить туда своих людей, ну, там, я не знаю, какие-то отпечатки поискать. Ну, ты упрямая, Ленка, конечно. Петрович, ты еще не ушел? Отлично. Давай, бери напарника и возвращайся в дом убитой. Как ты? Хорошо. Я говорил с адвокатом. Пока идет следствие, и моя вина не доказана. Я могу выйти под залог и жить под домашним арестом. Что нужно сделать? След деньги за счетов компании. Хорошо. Я все сделаю. Ты, главное, не волнуйся. Да я не волнуюсь. Пока мы на свободе, может произойти все, что угодно, я должен быть рядом с вами, чтобы защитить тебя и Машку. Мне нужны справки о деятельности компании, полученных доходах, расходах, информация об открытых счетах, наличии в движении средств по ним. Конечно. Здравствуйте. Галина Степановна, я почему-то не могу снять деньги за счетов. Конечно, не можете. А вы, собственно, кто? Я жена владелица компании. Вы здесь работаете? Нет. Тогда покиньте, пожалуйста, помещение. Это ревизия. Налоговая проверка. Поэтому все счета заблокированы. Извините. До свидания. До свидания. И мне еще бухгалтерские книги, пожалуйста. Да-да. Я сейчас. Елена Николаевна. Подождите. Это обнеплановая проверка. Да, я уже поняла. Мне шепнули, что Сазаненко налоговую на нас натравил. Лариска, мстительная дрянь. Позвонила и сказала, что якобы Артем Борисович проводит финансовые махинации. Елена Николаевна, я же совсем забыла. У Артема Борисовича есть депозит. Он оформлен на вас двоих. Муж хотел сделать вам подарок годовщине свадьбы. Доверенность на ваше имя хранится у меня. Вы же можете снять эти деньги. Какие хорошие новости. Спасибо. Пойдемте. Пойдем рядом. Вы еще на чердаке? Ну, чего там застряли? Заканчиваете уже? Да, отнесете в лабораторию и с результатами сразу ко мне. Малыш, а подешевле там ничего нет? А ты поищи. Нет, я понимаю, что шуба красивая. Ну и стоит она, как космический корабль. Давай дома поговорим. Атвей, твою мать, что ты там торчишь? Чердачное окно недавно открывали. Видно покраски. Разрыв совсем свежий. Видимо, подкрашивали сверху, а открывали изнутри. Слушай, заткнись, поехали. Да, Маша. Мам, ну кто-то пытается войти в наш дом. Ходит под окнами. Макаров с тобой? Нет, его на работу вызвали. Маша, никому не открывай. Я сейчас вызываю полицию и еду к тебе. Сиди тихо. Маша, никому не открывай. Стоять! Не двигаться! На землю, быстро! Сережа, посмотри за домом, а что-то есть. Я не преступник, отпустите меня. Федя. Мне нужна Елена. Я его знаю, это мой знакомый. Поднимите его. Все хорошо. Сергей Васильевич, если не ошибаюсь, что вы здесь делаете? Оболяю вас. Помогите. Полина умирает. Нужна срочная операция. Станете разогласить. Операция строят очень дорого. Вы не думайте, у меня есть дом в пригороде, я его продам и вам я все верну. Ведь вам, Полиночка, не чужой человек. Вы столько лет помогали ей. Не дайте ей умереть. Возьмите. Это все, что у меня есть. Я вам, я верну вам. Я, я все это вам верну. Позвольте, я вас обмену. Спасибо, доченька. Ребята, ждите меня в машине. Не мерзни, Луков дом. Что ты такая опалилась? Я тебе потом все расскажу. Дегрейся. Федя, извини, что зря дернул тебя. Да я уже понял. Сейчас, секунду. Да, конечно. Да, слушаю. Так точно. Да, я понял. Сейчас приеду. Лен, ты только не расстраивайся сильно. Экспертиза установила, что на чердаке ни единого отпечатка пальца Кирилла не обнаружено. Ну, как такое может быть? Он ведь там жил. Ну, мы его нашли. Он сейчас в отделении. Пойдешь со мной? Конечно. Я жду тебя в машине. Маша. Проходите. Присаживайтесь. Представьтесь, пожалуйста. Раевский, Кирилл Владимирович. Цель приезда в наш город? Прощание. Расшифруйте. Ну, я приехал простить одну девушку. И, собственно, попросить прощания у нее. Имя девушки? Елена Григоренко. А, простите, у нее поменялась фамилия. Она замуж ушла. Елена Джофимова. А каким образом? Вы пытались спросить нее прощения. Что вы для этого делали? Да ничего особенного. Просто хотелось сделать ей приятное. Я знал, что она с детства любит животных. И подкинул ей котенка. Потом послал ей цветы с курьером. Узнал, что ее дочь мечтает о наушниках. Я подарил ей наушники. И с каждым поступком моя боль становилась меньше и меньше. То есть, мысли о мести в вашей голове не появлялись? Мести? Да вы что, я глубоко верующий человек. И месть для меня – это наивысшее зло. Я просто хотел помириться с Еленой. И таким образом закрыть все разногласия в наших отношениях. Где вы были в понедельник? С 14 до 18.00. Я был в номере отеля со своей любимой девушкой. Вы сюда приехали не один? Нет, я приехал сюда один. Но случилось чудо, я влюбился. Господь меня послал, я за мои страдания. Она, кстати, ждет меня в коридоре. Если вы не верите, спросите у нее, она подтвердит. Проходите. Привет. Не ожидал? Представьтесь, пожалуйста. Федя, ты серьезно? Я абсолютно серьезно. Наш разговор записывается. Представьтесь. Ладно. Книшевская Виктория Леонидовна. Виктория Леонидовна, где вы были в понедельник с 14 до 16.00? Ну, по-моему, это мое личное, я бы даже сказала, интимное дело. Нет? Нет. Вот ваш друг утверждает, что он был с вами в номере отеля. Да, это правда. Мы целый день провелялись в постели. И нам было очень хорошо. Хорошо. Можете пока идти. А вы останьтесь, мы с вами еще не закончили. Я тебя на улице подожду, ладно? Правда, на чудо. Вика, подожди. Вика. Что ты делаешь? Помогаю любимому человеку восстановить справедливость. Какую справедливость? Вика, он убийца. Он 15 лет назад убил мою первую любовь. Сейчас Вера Сергеевна. Ты что, не понимаешь, что ты следующий? Хватит врать. Кирилл рассказал мне всю правду. Как ты сбила человека на пешеходном переходе. А он взял всю вину на себя и сел. Вместо тебя сел. Что? Ты что, не понимаешь, что он манипулирует тобой? Ты ради него выкрыла у Артема зажигалку? Все, хватит. Ты мне надоел. Ты и твой Артем, и все твое семейство. Ненавижу вас. Кирилл единственный, кто меня любит и понимает. Вика, послушай. Отстань от меня, не трогай! Вика? Что происходит? Зачем ты расстраиваешь мою девушку? Что за привычка такая? Портить всем жизнь. Тебе, наоборот, сейчас нужно успокоиться, гордыню свою смирить. Набраться терпения. Ведь лет пятнадцать придется своего мужа ждать. Кадем, милая. Ты имеешь в ванну, я тебе шампанского налью. Все, наоборот. Все хорошо. Федя, Артемку надо срочно спасать. Ты же понимаешь, что Кирилл психопат. Он способен на все, но точно захочет от нее избавиться. Так она вроде и сама не против всего. Влюбилась в нее, как кошка. Федя, ты чего? Что-то случилось? Да достало мне уже все, понимаешь? Только что по шапке от начальства получил. А главное, крыть нечем. Доказательств виновности Кирилла у меня нет. Не могу же их сфабриковать. Лен, ну куда ты пошла? Ну подожди! Ну что, выпьем за победу? За победу. У меня для тебя есть сюрприз. Ммм, какой? Какой сюрприз? Кирилл, что это? Открою. Какая красота. Иди, примерь к зеркалу. Ты моя королева. Нравится? Очень. Выпьем шампанского? Кирилл, выпьем. Я хочу выпить за тебя. В таком случае тебе придется выпить до дна. Ты подарил мне сказку. Я выпью до дна. Михалыч, подбросишь на рынок? Да. Михалыч. Что? Малыш, хватит меня дергать. Мне без тебя тут засада. Да, отпечатки прощелкал. Под сиденье упали. Ерунда, что ты понимаешь в моей работе. Прошу прощения, я услышала ваш разговор случайно. А про какие отпечатки пальцев шла речь? Что? Это случайно не те отпечатки пальцев, которые нашли на чердаке Веры Сергеевны? Ее убили. Ну, допустим. Если вы сейчас же не отнесете их Федору Степановичу, я сделаю все, чтобы вас не просто уволили, а посадили. Девушка, я не знаю, что вы там услышали, но именно сейчас я хотел их отнести в лабораторию. Я с вами. Можно. Спасибо. Алина, слушайте меня внимательно. Вы должны постучаться в номер Кириллу Раевскому, выманить его в коридор. Дальше наша группа его повешет. Вам все понятно? Справитесь? Да, конечно. Отлично. Алина, слушайте меня. Алина, слушайте меня. Устроила себя неприступно. Секундочку. Прости, Даля. Но мне сейчас сложнее. Гражданин Раевский, вы арестованы по подозрению в убийстве Галаниной Веры Сергеевны. Это ордер на арест. Уведите. Я никого не убил. Это какая-то ошибка. Я никого не убивал. Полина, спасибо вам огромное. Вы справились. Привет. Ну, привет. Ну, привет. Девчонки, как же вас люблю? Девчонки. А мы тебя. Да. Ну, 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 ну. Все. 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 Все уже позади. Все позади. К прошлому мы больше не вернемся. Принется вернуться. Нужно еще кое-что сделать. Это важно. Ну, хорошо. Ты меня простишь, Коль? Господи, за что? За деньги. За то, что я поехал с длинными к ней. Я же не знал, кто в одном. Ты мне жизнь спас. Тем, что поехал. А она... Я долго думала. Эта девочка виновата только в том, что ее выбрал мой сын. Она его любила. Ты ей простила? Не знаю. Сложно все. Столько лет прошло, а болит. Сложно. 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 Простите меня, Политова. Простите меня, Политова. Сложно. Спасибо. Спасибо. Сложно. Спасибо. Поехали. Что-то вы как-то затихли таинственно. Люблю наш дом. Угу. Я тоже. Ирка называет его стеклянным. Смеется. Говорит, как вы здесь живете? Камень тут окинул и все. Никто больше камень не кинет. Да? А давайте выпьем за этот дом. И за нас. Только я вину больше не буду. Не понравилось? Есть другое? Нет. Просто мне больше нельзя. А что у тебя? Такое. Да? Да. Ты кого больше хочешь? Братика или сестричку? Ну, я вообще собаку хотела. Вы серьезно? Мама не шутит? Вроде нет. Иди к нам. Иди к нам. Иди к нам. Иди к вам. Продолжение следует. Продолжение следует...